Здравствуйте! В эфире программа «Агрокурьер». Смотрите сегодня в нашем выпуске. Новый спорткомплекс, новое жилье и крепкие кадры. Социальное развитие Хворостянского района оценил губернатор области. На повестке дня «Ресурсы», «Погода» и «Господдержка» в Самарской слихозакадемии завершился Поволжский агросезон. Крестьянский подход. Семья фермеров из Клявлинского района увеличила поголовье и занялась переработкой полезного продукта. Перебраться из тесного дома дедушки в свой собственный. Об этом семья Кремлевских только грезила. Алена работает в секторе АПК, Александр служит в полиции. Супруги стояли в очереди на улучшение жилищных условий и сами того не заметив дождались чуда. Три года назад получили социальную выплату на строительство. Более 700 тысяч рублей. Добавили материнский капитал плюс ипотека. И вот результат. Просторный дом с гаражом, который только недавно обжили, уже принимает больших гостей. Лучше в деревне жить вот так, чем в городе. Вот так, правильно? Правильно. Тем более сейчас такие программы, всякие различные. Для тех, кто работает в детском хозяйстве. Помощь, да? Помощь хорошая. Мы эти деньги, мы закупили, считаю, весь тройматериал. И еще остались деньги отдать работе. Федеральная программа устойчивого развития сельских территорий за последние три года стала открывать двери в желанные дома все большему числу молодых сельских специалистов. Только в Хворостянском районе субсидии на строительство получили 53 семьи. Еще 28 оформили документы для подачи заявки. Строиться они будут, говоря по городскому, уже в новом микрорайоне. За счет бюджетных средств здесь появится настоящий агрогородок на площади в 146 гектаров. Квартал комплексной жилищной застройки со всеми элементами благоустройства, социокультурными объектами и парковой зоной. Через три года здесь вырастут почти 500 двухэтажных зданий и домов коттеджного типа, рассчитанных на 3000 человек. Жилье получат в первую очередь те, кто прописан и работает на территории района. Образцовое решение кадровой проблемы. Кстати, ее решают не только с помощью строительства жилья, но и с помощью дуального образования. Хворостянский техникум, например, проводит учебные и производственные практики непосредственно в сельхозпредприятиях. Все налажено, каждый раз, когда нужна помощь, они помогают, так же, наверное, приходим, принимаем, но если в чем-то затрудняемся, они помогают. В чем плюс это для вас? Ну, в том, что уже будем знать, куда идти. То есть и стаж будет идти уже, и будут знать, какие мы сами по себе, какие специалисты будем. Я на механику учусь, это все по профессии, там, мотор, ну, разбирание моторов, там, как это, как, ну, как работает двигатель, это все, все-таки, парень, самому, интересно. Чтобы любое сельское учебное заведение в итоге было кузницей высококвалифицированных кадров, нужна, по мнению губернатора, самая передовая техника и площадки для прохождения практики. Для этого в регионе уже второй год действует система трехсторонних договоров между муниципалитетами, техникумами и сельхозпредприятиями. Соответствует уровень подготовки, скажем, направление подготовки, программа подготовки тому, что сегодня необходимо вам. Николай Ильич, в основном, да. Вот, но бывают такие, значит, моменты, вот, с Владимиром Ильичем мы постоянно, значит, дело в том, что вот у нас, например, сейчас техника новая, вся энергонасыщенная, компьютеризированная. Поэтому у нас, как одно из предложений было, значит, к Владимиру Ильичу, это, значит, 4 года назад, вот, побольше сделать крен именно на такие, значит, предметы, которые развивают, значит, у ребятишек, ну, как сказать, компьютерное мышление, значит, потому что у нас сейчас все привязано и компьютеры, и навигация, значит, у нас все это присутствует, ребята должны знать. Вот, сейчас те выпускники, которые выходят, они уже более-менее, ну, не все, конечно, сразу, потому что ребята молодые. Учеба с гарантией трудоустройства, возможность жить в комфортных условиях. Это и есть реальные предпосылки к тому, чтобы село не отталкивало, а привлекало молодежь. Не менее важный фактор – развитая досуговая и спортивная сфера. У жителей Хворостянки по поводу этого голова не болит. На днях в райцентре открылся многофункциональный физкультурно-оздоровительный комплекс. Появление спортсооружения, где ежедневно смогут заниматься более 900 человек, стало настоящим подарком. Этого события сельчане ждали почти 10 лет. Раньше воспитанники местной спортивной школы и взрослые атлеты занимались в здании, построенном еще в позапрошлом веке. Объект начали возводить в 2006 году, но стройка несколько раз замораживалась. Продолжить работы удалось благодаря областной программе развития физической культуры и спорта. Из бюджета региона выделили почти 370 миллионов рублей. Еще 12 добавили из районного бюджета. В ФОКе действует бассейн, универсальный спортивный зал, помещение для аэробики и гимнастики, а также для игр в настольный теннис, шахматы и шашки. И такое ощущение, что мы находимся в полноценном дворце спорта. В полноценном. Конечно, для такого района, отдаленного относительно от Самары, иметь все эти возможности, это большое счастье для людей, для детей прежде всего. Потому что человек живет этим во многом. Если он хочет, чтобы развивался, мы видели молодых людей, которые с удовольствием, с огромным удовольствием это делают. Они рады, они счастливы. И вот эти условия для них созданы. Благой пример заразителен. При поддержке правительства области подобные спортивные комплексы в ближайшее время откроются и в других сельских районах. Своеобразные смотрины готовности к предстоящей посевной состоялись на днях в Самарской сельскохозяйственной академии. Поволжский агросезон собрал все заинтересованные стороны. Финансовые и сервисные компании, науку, представители регионального ментельхоза и самих аграриев. Перед весенним стартом не лишний все еще раз просчитать и напомнить самим себе, сев в сжатые сроки основа урожая. Тем более экономическая ситуация сейчас диктует условия – стабильно производить востребованную продукцию с высокой эффективностью. Пока картина вырисовывается оптимистичная. Техника, горючее и семена готовы на 100%. Да и с погодой пока фартит. Боясь сглазить, признаются сельчане. Запас уходит очень хороший запас. Такого давно не было. С 10-го года 5 лет такого запаса. Денежные средства, которые обычно поступают, это не связанная поддержка в области расселеводства. И хозяйство, которое занимается молочным животноводством, это субсидии на лето-релизонное молоко. Они ничего не поступили. Это связано с общей экономической ситуацией, но они поступят. Мы временно прокредитовались, имеем денежные средства, закупили все это дело, и все готово. Но деньги поступят. А настроение хорошее, ждем. И осень была хорошая, и запасы влаги, и наука об этом говорит. Центральным событием на форуме стало обсуждение финансовых инструментов поддержки отрасли. Несмотря на сохранение господдержки в полном объеме, в этом году изменится соотношение выделяемых средств из федерального и областного бюджетов. Сельхоз производителей призывают, как можно больше предлагать проекты, по которым идет целевое софинансирование из Ментельхоза России. Отрадно, что они полностью или частично уже были реализованы в нашем регионе, как поддержка проектов по реконструкции молочных пьев, селекционно-семеноводческих центров или технических комплексов. Важно вот эти изменения уловить и качественно документы подготовить. Задача губернаторам поставлены. Объемы господдержки сократиться не должны. Для того, чтобы это произошло, мы должны привлечь на миллиард рублей федерального бюджета больше, чем привлекли в 2015-м. Как это сделать, сегодня мы и рассказывали участникам форума. В кампании к уже выстрелившим проектам в этом году примкнут две инвестидеи по строительству картофеля и овощехранилищ, а также разработка по созданию еще одного мощного селекционно-семеноводческого центра. Все они получат федеральные дотации. На форуме объясняют, условия получения господдержки стали жестче, и выполнение целевых показателей зависит от каждого сельхозпроизводителя в отдельности. В случае снижения объемов производства мяса и молока, даже внесения минеральных удобрений, можно получить штрафные санкции. Однако для беспокойства нет причин. Губернские аграрии создали крепкую подушку безопасности и научились готовиться к экзаменам заранее. Та подготовительная работа, которую проделало правительство, министерство Самарской области при поддержке Министерства сельского хозяйства России и тех мер поддержки, которые сегодня на государственном уровне есть, нам позволяют сегодня говорить о том, что мы, есть комплекс работ, связанных с посевной, компании проведем вовремя и заложим тот фундамент, который мы надеемся, что в этом году нам даст такой же устойчивый урожай. И мы планируем собрать как минимум 1,8 миллиона тонн зерна в этом году. И на это мы как раз настраиваем и сельхозтоваропроизводители, на это мы настраиваем все те программы и меры поддержки, которые есть на сегодня в области. Продуктивный диалог на форуме в скором времени перейдет в практическую плоскость. Мнение сторон включат в разработку новых программ поддержки АПК. А где здесь картошка? Достало жуку, а все потому, что клуб не забыли опрыскать табу. Применяя препарат табу при посадке, вы защитите картофель от колорадского жука и проволочника и гарантируете себе отличный урожай. Табу при посадке, картошка в порядке. В суровые 90-е он колесил по России, доставляя грузы по разным адресатам. Времена были тяжелые, нужно было кормить семью, которая осталась в Грузии. С родными удавалось видеться всего 2-3 месяца в году. Аганес Аликян не гнушался любой работы и, когда оставил баранку, подался в строительство. Кочевой образ жизни пришлось сменить на оседлый. Временным местом для проживания стал Клявлинский район Самарской области. Но временное незаметно стало постоянным. Вскоре к отцу семейство присоединилась вся родня. На совете даже не обсуждали, чем заниматься будут. Конечно, привычным и любимым делом – выращиванием скотинки. Присмотрели для этого помещение бывшей скотозаготовительной базы. Правда, многие односельчане в голос засмеялись, что можно вырастить на сущих развалинах, восстановить и развивать. Словом и делом ответила семья Аликян. Тут ничего не было, вообще ничего. Ни полы, ни питон, ни крыши, ничего. Вообще абсолютно ничего не было там. Только развалины стены стояли. А этот участок уже мы сами делали. На своих силах это новое все полностью делали. Вот это развалюха была, и это сами делали уже все полностью. Весь в жизни я со скотиней был. И мне не то, что не стремно, я привык на них просто. Сейчас уже, как говорится, зашли, надо дальше двигаться. Начинали с малого, с двух коров. Со временем в помещении становилось более оживленно. Внимание семьи Аликян было приковано уже к десяти буренкам и кучам оле телят. То ли повышенный спрос на продукцию, то ли свое желание еще больше засучить рукава, а скорее всего все вместе подтолкнуло фермера к увеличению поголовья. Но мечты никак не сочетались с финансами. Выручила областная программа так называемого кредитования животными. 30 колов привезли у меня скотина. Вроде я на них довольный. Продукты у них хорошие. Вот так же работаем с семьей и все. Ну я один не усилил бы все это, чтобы купить столько коров сразу, за как-то маленькое поголовье от них и ничего не ожидать. Поэтому обращались в Аликс, люди помогли, сделали спасибо им. Работают там добросовестные люди. Ну правильно место искали, все находили там. Скот на мой выбор. Когда же удмуртские переселенки освоились на новом месте, радости хозяев не было пределу. Ферма превратилась в настоящий дом матери и ребенка. Что к детскому саду, что к родителям, самое трепетное отношение и уход. Мы стараемся чистыми кормами, без химии, без ничего, потому что мы сами обрабатываем наши продукции. Мы кормим их чисто фураж, ажмен, ажмен, овесы и лугови, сено. Без никаких добавок. Ну полно им хватает. Вот видите, скотина вся убитая. И я довольный. Сегодняшний день у меня 13-14 литров суточный удой. Ни целям это нормально. То привыкли на скотину, куда вперед, то вперед. Но если поголовье еще побольше будет, еще лучше будет. Еще лучше будет, потому что чем большая поголовье, тем прибыл большая. Все равно, что на 30 колов расход, там можно 40-50 колов. Сознательное увеличение поголовья привело и к другой бизнес-идеям. Ждать, пока запарным деревенским сырьем приедет молоковоз из Самары, наивно. За такой каплей гигант не отправится за 200 верст. А населению весь объем молока не продашь. Может испортиться. Вот и решила семья Аликен заняться собственной переработкой. Причем делать то, что традиционно производят на родине – сыр-брынзу. Молоко приносим вот сюда. Начинаем вот давать переобработку. Сначала она получается как творог, потом на посуды ложим, и вот потом на соленую воду кладем. День делаем 14 штук. Всем утром, всем вечером. Это с 8 литров молока выходит килограмм сыр. Одна головка где-то получает 2 с лишним. 2 600, 2 700. До 3 килограмм. Все натуральное? Все натуральное. Брынзу уже распробовали сельчане, приезжают за продукцией из мегаполиса. Семья Аликен готова развивать оба направления. В планах сделать пристрой, рассчитанный на 70 дойных голов, и увеличить объемы производства сырного мини-цеха. Продуктивная идея в перспективе может получить господдержку. Аганес Аликен намерен попытать счастье и выиграть грант как начинающий фермер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова